МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Тюменском времени программа объективные итоги недели. Лето пролетело быстро и снова за парты. В этом году, впрочем, как и во все предыдущие, школьников, их родителей и учителей ждет немало нового. Помимо новых школ, одна из них, кстати, стала самой большой в Тюменской области. Есть перемены, которые коснутся каждого учащегося. Что это будет? Нужно ли будет сдавать ЕГЭ учителям, и сколько должно быть бесплатных кружков в школе? Об этом мы не только поговорим с гостями программы. Ройтблот Ольга Владимировна. Окончила факультет романа германской филологии Тюменского госуниверситета. 28 лет работала в 34-й школе города Тюмени, из них 20 директором. В 2002 году возглавила областной департамент образования и науки. С 2004 года ректор Тюменского областного государственного института регионального образования. Народный учитель Российской Федерации. Тимофеева Марина Алексеевна. Победитель областного конкурса «Учитель года-2017». Окончила Сибирскую государственную академию физической культуры. В сфере образования работает с 1996 года. Работала учителем физической культуры и ОБЖ, а потом организатором по воспитательной работе, директором школы, главным специалистом отдела образования в Юргинском районе. С 2012 года работает учителем физической культуры в Барковской средней школе Тюменского района. С гостями встретимся чуть позже. И теперь наш первый сюжет. К теме. Наверное, это самая большая линейка за всю историю Тюмени. Две с половиной тысячи учеников и их родители. Одних только первых классов с литерами от А до Я. Жители густонаселенного восточного микрорайона ждали открытия новой 63-й школы. Не один год. Близость к дому, конечно, это первый фактор. Вообще, почему мы пошли в эту школу. Ранее мы ездили на автобусе до 63-й школы, до первого корпуса. Школа рассчитана на полторы тысячи учеников. Но за парты сядут две с половиной. Работать учебное заведение будет в две смены. Площадь позволяет более 25 тысяч квадратных метров. Оборудовано все по последнему слову техники. Один класс физики и научная лаборатория чего стоят. Я на первое сентября получила большой подарок. Получила кабинет, в котором для успешной работы есть все. По оптике, по электродинамике, по квантовой физике. Ну вот все, что душа желает, все есть. Я думаю, что для ребят, которые будут изучать физику на профильном уровне, созданы все условия, чтобы они сдали успешно экзамены. Подумали о доп. образовании подрастающего поколения. Танцевальные и музыкальные студии. Два спортзала, один из которых с трибунами на 600 зрительских мест. Я занимаюсь большим и мини-футболом. И для этого вида спорта здесь есть абсолютно все. Есть и мини-футбольное поле, и большое поле. Потом, если игрок может получить травму, он может в спортзал пойти и позаниматься в тренажерном зале. Первые лица региона пришли на новоселье не с пустыми руками. Губернатор Владимир Якушев от лица правительства Тименской области вручил сертификаты на получение двух комфортабельных школьных автобусов. И ответил на вопрос юного журналиста. Как надо учиться, чтобы стать губернатором? На хорошие оценки нужно учиться. Самое главное, чтобы... Постоянно? Да, постоянно, системно развиваться. И очень важный момент еще. Не зацикливаться только на школьной программе. Нужно еще смотреть немножко вперед и заниматься дополнительно разными вещами. И не обязательно становиться губернатором в этой жизни. Самое главное, заниматься любимым делом, чтобы это дело тебе нравилось. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Здравствуйте. С начала учебного года. Образование у нас такое, скажем так, такая сфера деятельности, которая перманентно находится в реформе. Наверное, может быть и иначе по отношению к образованию нельзя, поскольку человечество так или иначе двигается всегда вперед, и появляются новые знания, соответственно, новые способы их донесения. Ольга Владимировна, что нового будет в школе в этом году? Насколько изменены образовательные стандарты, если они изменены, конечно? Стандарты приняты. Если мы посмотрим, когда, то 7 лет назад были приняты сначала стандарты для начальной школы, потом для основной школы, для старшей. Но все задают вопросы, почему идут вот такие массовые обсуждения. Сегодня вы видите, что весь интернет, Министерство образования, вся общественность обсуждает эти новые стандарты. Первое, что действительно ребенок должен, это содержание образования, результатов. Что должен уметь, что он должен знать, каковы его личностные результаты. Вот это первый момент обсуждения. И второе направление – это обсуждение концепций изменения содержаний. Вот три концепции уже приняты, по ним мы работаем. Это математическая концепция, это русская литература. И третья концепция у нас – история, культурология и история. Вот, эти проекты уже завершены, обсуждение закончилось. Мы по ним движемся, наш институт, и преподаватели очень активно принимали участие. Но идет продолжение по всем остальным 10 предметам, в том числе и по физкультуре. Вот сейчас, если конкретику переводить, уже по вашему предмету, Марина Алексеевна, ну, кажется, в физкультуре что можно изменить? Это кого-то? Ну, у нас тоже есть изменения. Да. Уже с прошлого года. Чему нужно готовиться? Сейчас вообще вся страна, от мала до велика, конечно, готовится и сдаёт нормы комплекса готов к труду и обороне. А ещё нововведение в том, что с введением третьего часа урока физической культуры, давно уже, да, по закону федеральному, он, этот третий час, направлен на усмотрение школы. И в зависимости от условий школа его внедряет в проведение разных видов спорта. Кто-то занимается бадминтоном, кто-то борьбой. У нас условий нет для этого в нашей школе, поэтому мы используем для кроссовой подготовки. Очень хорошо сейчас с внедрением в ГОСа второго поколения проходит внедрение национальных игр в начальной школе. Татарские игры, русские игры, игры народов всего мира. И поэтому сейчас, конечно, очень актуально и, я считаю, важно внедрение шахмат, изучение шахмат в школу. Поэтому мы вот, например, в нашей школе с четвёртого класса проводим занятия внеурочные по подготовке юных шахматистов. Если говорить о новшествах, министерство думает о том, чтобы ввести базовые модули по предпринимательской деятельности в качестве внеурочных занятий. Кроме того, в школах должны быть пять бесплатных кружков – литературный, научно-технический, спортивный, музыкальный и шахматы. То есть всё это достижено. Но если мы говорим про шахматы, то уже два года назад совместно с Анатолием Карповым… Который является депутатом государственной думы. Конечно, 230 преподавателей уже подготовлены в институте с их помощью, с этой ассоциацией. И у нас шахматы очень популярны сегодня даже в детских садах, в школах. И этот процесс идёт, и это замечательно. Поэтому я думаю, что и сама Марина Алексеевна этим очень увлечена. И свои уроки физкультура она связывает с шахматами. У неё потрясающие есть приёмы. Но главная идея вот в этом предмете, который мы считаем, что… Факультативный, так сказать. Ничуть не менее важный физкультура, чем математика, значимый. Потому что основное направление – ребёнок должен быть здоров. Если ребёнок будет здоров, у него всё получится. Вот этому уделяется огромное внимание. Ну а если говорить о бесплатных кружках внеурочных, например, у нас в школе, те кружки бесплатные. Вот то, что сейчас в планах Министерства образования, я вам скажу, что происходит в Семенской области. С 1 по 6 класс у нас департамент всё на политике реализует такой проект предпринимательства «Бизнес деткам». Это с 1 по 6. Это и в урочное, и во внеурочное время. 7-11 класс участвует в региональном общероссийском олимпиаде по истории российского предпринимательства и бизнеса. У нас даже в этом, в прошлом учебном году, ну, 16-17, у нас есть два победителя. Первое место на России и третье место на России. То есть процесс этот идёт, помимо уроков общества знания, это идёт за счёт вот внеурочной, вне классной деятельности. Поэтому я думаю, что это очень интересно. Ну да, чем больше предпринимателей, тем больше активности. Да, конечно. И детям международным. Экономически, в общем, мы уже шагаем в этом направлении. Давайте сейчас мы сделаем паузу в разговоре и обратимся вот к августовской конференции, которая традиционно прошла в Тюменской области. Очень много там было заявлено идей, довольно необычных даже на первый взгляд. Мы сейчас посмотрим сюжет и вернёмся в студию. Форум педагогов собрал в этом году рекордное количество участников. Более трёх тысяч воспитателей и учителей приехали со всех районов области. И каждому есть чем поделиться. К примеру, во второй заводоуковской школе на уроках создают мультфильмы. Ты меняешь, получается, его положение, мусеницы этой. И фотографирую. И если так сделают несколько раз, то у нас получится то, что она ползёт. Планшеты, смартфоны и 3D-ручки – не редкости для Тюмени. В центре робототехники на базе Пит-колледжа ученики создают вазы и детали для детских колясок на принтере. У нас очень много детей. У нас, помимо того, что занимаются робототехникой, ребят, у нас ещё кружок по 3D-моделированию и проектированию, где мы как раз-таки с ребятишками, начиная с 8-летнего возраста, работаем, создаём трёхмерные модели и их распечатываем на 3D-принтерах. Сейчас я рисую 3D-ручкой деталь будущего игрушечного домика, чтобы в итоге получилась какая-либо фигура, необходимо потратить всего 30 минут. Как утверждают педагоги, такие занятия развивают у школьников творческие способности и фантазию. А на этой площадке учителя делились опытом, как сделать, чтобы дети хотели идти в школу. Ответ нашли педагоги физико-математической школы. Мы взяли, учусь смотреть документальное кино, у нас есть в воспитательном укладе спектакли, у нас есть в нашем укладе балы, у нас есть в нашем укладе праздник чести школьника, недели эрудит и так далее. Им постоянно интересно находиться в школе. Они приходят не для того, чтобы просто с друзьями повидаться в школу, а им интересно находиться у нас в школе. Инновации представили колледжи и Центр повышения компетенций, в которых среди сотрудников есть ещё и роботы. Промобот Сила является сотрудником Центра профориентации. Кроме того, что он запрограммирован, рассказывает информацию о своём Центре, о разных профессиях, Сева умеет рассказывать ещё и анекдоты, может спеть песню, а если его попросить, то ещё и станцевать. Попробуем. Сева, привет! Станцуй, пожалуйста! Новые проекты ждут школьников региона и в этом учебном году. Например, некоторые уроки будут проходить в библиотеках, музеях и филармонии. Ольга Владимировна, уроки филармонии – это что-то совсем новое. Это очень интересно, это очень замечательно. Такой культурологический масштабный проект озвучил наш губернатор. Хочу сказать, что это не совсем новое. В своё время наша филармония ездила по школам. Я помню, как вот ещё отец Германа… Сейчас вы к нам, как говорится. Мне кажется, этот процесс пойдёт в двух направлениях. То есть и с посещением, но иметь в Тюменской области симфонические оркестры, не знать и не слушать, но это нонсенс. Поэтому использование филармонии, концертных залов, а какой музейный комплекс, с какими потрясающими экспозициями… Должен быть в ближайшем будущем, да. Должен быть, и поэтому мы вот с музеем у нас в институте уже встречаемся 5 сентября, чтобы обсудить, каким образом уроки истории, обществознания, правоведения будут уже проводиться вот в нашем музейном комплексе. Мне кажется, это очень правильный проект. И не зря вот этот вот новый стандарт по истории, он так и называется – история и культурология. И поэтому это всё будет добавлять в знания наших ребятишек, родителей и учителей общей общественности. Это правильно? Нет, понятно. А это городским только школьникам? Или вот из Тюменского района? Нет, нам тоже это относится. У нас вчера в школе состоялся педагогический совет к началу нового учебного года. И наш директор Юмашева Лариса Леонидовна озвучила, раз в этом году объявлена инновация, всё по-новому, перезагрузка. Поэтому мы решили, что мы на протяжении всего учебного года будем изыскивать средства и вывозить каждый класс вот в этот музейный комплекс. Да, по абонементам. Да, по абонементам. Мы очень хорошо ездим в библиотеку, нашу областную, имени Ельцина Бориса Николаевича. Поэтому вот теперь у нас будет. Поэтому мы тоже не отстаём от города и наши ребятишки... Ну, ресурсы президентской библиотеки мы уже используем. Да, да, используем во всём везде. У нас огромное количество филиалов ресурсной библиотеки уже по области, где работаем со всеми вот этими вот коллекциями. Но добавлю, что губернатор объявил о том, что вот этот культурологический проект это будет бесплатен и для учителей и для детей. О, тогда вообще нам хорошо будет. Вот сейчас вот о чём бы хотелось поговорить. Эта тема вызвала довольно оживлённую дискуссию в интернете, на учительских форумах, форумах учеников, в том числе Министерства образования. Когда появилась идея сделать ЕГЭ для учителей. То есть вот что пишет. При обсуждении этого новшества прозвучали такие предложения. Включить оценку экзамена учителей в основу рейтинга общеобразовательных учреждений. Первая идея. Ещё радикальное было предложение от родителей. Всех, кто ниже 70, сдаст, увольняй с работы. Или вот такое. Пусть сначала Миноборнауки проэкзаменует чиновников управления образования этих регионов, а потом уже и учителей. Ольга Владимировна. Ваше отношение к тому, что учителя будут сдавать ЕГЭ, и это может стать предметом общественного обсуждения? Ну, я должна вам сказать, что здесь речь идёт о национальной системе профессионального роста учительского. И вы называете задачей ЕГЭ, а мы это называем знанием собственного предмета. Этот процесс в нашей области идёт уже очень давно. Но вы же понимаете, что вот медицинский работник, врач-хирург, он не может, чтобы ежегодно не обучаться. Почему учителя не должны обучаться? Более того, они это сдают. Они показывают результаты. И даже не тогда, когда заставляют его, он идёт сам, он видит свой уровень, и он формирует уровень подготовки. А мы в этом помогаем. То есть здесь должна наша общественность, которая в интернете успокоит, что в Тюменской области этот процесс уже идёт давно, когда и учителя тестируются, и их тестируют, и чиновники в том числе сдают. Хорошо. А как вы относитесь к тому, чтобы эти данные сделать публичными? Или всё-таки это другое несколько? Ну, публичные для чего? Для того, чтобы сказать, а вот, как сказать, ущемить, уесть этого педагога. Вот какая цель? Или же мы хотим, чтобы этот педагог сделал собственный самоанализ и понял, над чем ему работать? Мы же хотим улучшить процесс. Вот что мы хотим в результате вот этой, так сказать, озвучить всем родителям? Я думаю, что педагоги это тоже понимают, потому что вы правы, невозможно научить тому, чего не знаешь ты сам. У меня тоже положительное отношение к этому и всём, потому что я считаю, что учитель, несмотря на то, что каждые три года он проходит профессиональную переподготовку после окончания высшего учебного заведения, всё равно учитель ежедневно самообразовывается. И когда-то ему всё равно нужно проверять свои знания, подтверждать их, и чтобы у него был стимул ещё больше знать и расти дальше, и обучать этому детей своих, и как можно больше ещё детям своим давать знания. У меня предмет вообще очень специфический. Ну что там можно изучать? Прыгай дальше, беги быстрее. На первый взгляд. На первый взгляд. Но когда вот мы в прошлом году писали, отвечали на вопросы, вот было у нас такое тестирование, вы знаете, очень полезно, очень полезно вспомнить все физические качества, которые ты в институте изучал, и какие упражнения к ним нужно выполнять, и все законы, по которым работает физическая культура и спорт, нужно знать. Поэтому вот я лично для себя извлекла очень большую урок из всего этого, что нужно ещё немножко. Ну и вот, наверное, в этом году такой результат у меня получился. Да, и потом детки разные, разный уровень здоровья, и поэтому учителей физкультуры нельзя не знать. А какие дети в классе, кому какая нагрузка, об этом вот в общероссийском собрании говорила министр образования, что это всё нужно учитывать, а для этого надо знать физиологию хорошо. Да, этому как врачи почти что учили физической культуры, потому что каждому ребёнку индивидуальный подход, чтобы не навредить самое главное. Ясно. Сейчас ещё одну паузу сделаем в разговоре, и обратимся к теме новых предметов, которые могут появиться. Хотя в нашем случае это скорее хорошо забытое старое. Самая древняя из наук астрономия была исключена из учебного плана ещё 9 лет назад. Этот предмет оставался факультативом всего в паре тюменских школ. Среди них 16-я гимназия. Науку о звёздах и планетах здесь всегда считали важной, а учеников даже готовили на Олимпиады. Астрономии в физике очень сейчас мало, практически недостаточно. Где-то это как параграфы для дополнительного чтения, где-то удаётся в какие-то резервные часы её включать. С 1 сентября уже не факультатив. Во всех 54 школах Тюмени астрономии будут преподавать по рекомендованным учебникам. Они поступят в лице и гимназии уже осенью. Вот только встал вопрос, кто будет нести науку в школьные массы. Учителя признались, что за 9 лет астрономического затмения образовательные технологии сильно устарели. Они же сами учились когда-то по старым учебникам и преподавали тоже по старым программам. А сейчас всё изменилось. Это одна из самых бурно развивающихся наук в мире. Сейчас выходит огромное количество статей научных. Как преподавать астрономию по-новому, учителя учились сами на специальном семинаре, организованном Тагира. Новый принцип гласит, астрономия должна быть не дополнением к физике, а её продолжением. Курс на 34 часа школа вводит уже по своему усмотрению в программу 10-го либо 11-го класса. Однако педагоги говорят, интереснейшую науку преподавать только в теории нельзя. Детям будет неинтересно. Так, чтобы была именно обсерватория, к сожалению, в городе нет. Поэтому ближайшее такое заведение, где можно было бы наблюдение в телескоп, это, наверное, всё-таки Екатеринбург. Четырёхметровый телескоп, фокус на расстоянии 4 метра, диаметр у него 16 дюймов. Приближает он по паспорту, он может приближать в тысячу раз. Далеко ехать не надо. Любитель астрономии Владимир Куракин собственными руками обустроил в селе Червишево обсерваторию. За 10 лет её посетило более 2000 человек. Это не только школьники. В телескоп весом почти 400 килограммов заглядывали студенты, профессоры и даже глава региона Владимир Якушев тоже осмотрел Вселенную. Через окуляры американского гиганта, которого астроном-любитель лично доставлял из Лос-Анджелеса, можно разглядеть многие планеты, астероиды, галактики и туманности. Последние недели две с половиной мы принимаем по 10 человек в ночь, в вечер, скажем. По 10-11 человек. И запись ещё недели на две. Я очень рада, что всё-таки в наше время, сейчас для нас ещё вводится астрономия. Я вообще рада очень, что в нашем селе Червишево есть такой огромный телескоп. Кстати, посмотреть на звёзды здесь можно бесплатно. С июля и до первых заморозков. Марина Алексеевна, в обсерваторию бы отправились своих учеников? С удовольствием. Я считаю, что необходимый предмет. Зря его забросили и столько лет не вели. Впрочем, как и черчение, я считаю, тоже очень полезный предмет, который мы изучали в школе, сейчас дети не изучают. Потому что ребёнок, современный ребёнок, он должен быть всесторонне развитый. Ну, вообще, представим себе, коллеги, что страна, которая полетела в космос раз. Наши ученики занимают первые места на всех международных олимпиадах по астрономии. А предмета в школе нет. Это вообще нонсенс. Поэтому дети очень любят астрономию. В 90-е годы, когда убрали этот предмет, мы факультативно его продолжали. У нас учитель физики Дегтярёва вела великолепно. Но все, кто увлекается, у кого есть хобби, у меня вот супруг до сегодняшнего дня, у него есть, так сказать, этот телескоп, он наблюдает, он любит это. И так многие делают. Поэтому, я думаю, очень правильное решение. Лучше поздно, чем никогда, но астрономию изучать надо. Поговорим о теме, которая, безусловно, волнует всех, и родителей учеников, кто так или иначе относится к 9-му, к 11-му классу. Сдача АГ и ЕГЭ. И вот какие планы у Министерства образования. Для девятиклассников с 2020 года станет обязательным экзамен по иностранному языку, а для 11-ти классников с 2022 года. Кроме того, планируется, что с 2020 года вся страна обязательно будет сдавать историю. Во всяком случае, об этом говорит нынешний министр образования Ольга Васильева. Ваше отношение к этому, потому что, ну, кажется, сильно большой объем знаний. Когда мы говорим о сильном большом, мы совершенно забыли. Что мы сами сдавали. Что мы сдавали 7 предметов выпускных и 5 предметов вступительных. Мы все критикуем ЕГЭ и ОГЭ, но мы забываем вот то прошлое, недалекое. Историю, конечно, знать нужно, сдавать нужно. В какой-то форме будет, в 10-м, в 11-м. Вот, поэтому, ну, живя в собственном государстве, понимая, где ты и не знать историю, это нонсенс. Сейчас идут разные проекты, уроки современной истории. Мы участвовали в этом проекте, поскольку учебники не успевают за теми событиями, которые происходят в мире. Поэтому вот Васильева в январе месяце сказала, что в перспективе ребята будут сдавать. Неожиданности здесь не будет. Что касается иностранного языка, то мы, в принципе, к этому давно уже обдумываем, готовимся уже, вот лет 5. Вы понимаете, вот уровень преподавания языка таков, что он учит его в школе со второго класса столько лет, потом он учит его в высшем учебном заведении, и кроме слова «beautiful ok», как правило, и пообщаться. Но это же неправильно. Поэтому, когда страна у нас в условиях глобализации, не знать языка просто невозможно. Другое дело, что его надо так преподавать, чтобы наши дети могли изъясняться, обсуждать, контактировать. Я думаю, что у нас все получится. Не надо этого бояться. Надо просто заниматься и хорошо обучать наших ребятишек. Марина Алексеевна, не перегружены дети? Но вот вы же с ними общаетесь в ежедневном режиме? Да, общаюсь. Нет, я считаю, что если ребенок при выходе из школы имеет цель для того, чтобы продолжить свое образование и получить профессию, которая ему нравится, он должен трудиться. Ну, это мое понимание, меня так научили родители, что если ты хочешь в жизни что-то достичь, надо трудиться. Поэтому мы прошли эту школу. Я училась в 80-х годах в школе, мы все это проходили, экзамены по всем предметам сдавали. И наоборот, я считаю, что сейчас ребенок имеет массу возможностей. Изучать в школе два языка, это же прекрасно. Ну, многим это не нравится. Это да, потому что на один-то бы хватило таланту. А надо так преподавать, чтобы нравилось и хотелось. Я поздравляю вас с начала нового учебного года. Спасибо за то, что пришли в нашу студию. Я думаю, до новых встреч в жизни. Всего доброго. Успеха вашей деятельности. Удовольствие от учебы. Вот, пожалуй, ключевое понятие, о котором всем имеющим отношение к образованию нужно помнить. Знания из-под палки быстро выветриваются, а нелюбовь к учебе остается надолго. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно на все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok